Ну что, сегодня решил сделать краткое сравнение и проверку, есть ли полувзвод на 19.11. Взял два разных из своих. Ну, первым делом, конечно, ТБ. Перед вами Loaded от фирмы Springfield, модифицированный частично, и Tacops от фирмы Six Hour. Кстати, одну вещь сразу заметна, наверное, многим, кто хоть чуть-чуть разбирается. Выбрасыватель гильз. Внутренний и внешний. Этот ближе к 70-й серии, этот ближе к 80-й серии. Если так рассматривать. Посмотрим, как они разбираются, насколько хорошо. Видите, проверено, все пусто. Затвор ходит очень мягко. Здесь с новой затворной пружины тоже ходит весьма мягко. Что мне интересно, этот пистолет мы разбирали недавно уже. Видите, направляющие разных вариаций, как говорится. Здесь я недавно поставил комплект от фирмы Wilson Combat. Вот этот самый комплект. На замену того, что здесь было. Вот то, что здесь было, там надо было завиничивать, развиничивать с инструментами. На SIGI этого никогда не было. То есть теоретически его можно разобрать попроще. То есть можно вот так вот вынуть пружину. Теперь, видите, никакого усилия не требуется, чтобы его разобрать. Потому что усилия ушло вместе с пружиной. И здесь такая вот версия интересная. Вот так вот, видите, здесь направляющая. Хоть, кстати, пружина плоская, направляющая здесь половинная. А вот эта пробка, она здесь без отверстия, как ни странно. У меня на этом пистолете с отверстием. Кстати, видите, пистолет стоит на предохранителе, чтобы затвор не дергался. Вот это было мучением разбирать, потому что нажать на него просто так очень неудобно, даже на этом варианте. К сожалению. А инструмента под это дело у меня под рукой нету. То есть здесь я его разбирать не буду. Вы этого уже видели. Есть инструмент специальный для разборки 1911. Вот с такой ситуацией. Интересно, вот такая пробка сюда подошла бы, чтобы закрыть. Ну, а собирается тоже исключительно легко. Ствол... Видите, вот так вставить нельзя. Не забывайте, это 1911. Это у меня уже привычка от других пистолетов. Где ствол вставляется изнутри. Потом вставляем вот эту вот вещь. И тут ее и оставляем. В этом стоит буфер, кстати, сейчас. От таких вот изделий. Это пока можно оставить вот в этом положении. А потом можно будет закрыть. Так. Сейчас мы посмотрим на внутренности этого пистолета. Ничего особенного. 1911. Кстати, для тех, кто интересовался, вот выбрасыватель. Вот он внешний. Праженок сейчас ставить не надо пока. Можно, в принципе, просто одеть... Вот это, кстати, надо проверить, чтобы стояло правильно. Одеть рамку в затвор. Самое главное, чтобы все сходило, чтобы все там правильно стояло. Теперь надо просто найти вот это положение, при котором затворная задержка становится на место. Чуть-чуть назад. Вот это положение. И должно встать достаточно легко, если я правильно их совмещаю. Это, как говорится, если я их правильно совмещаю. Так. Никаких царапок мне, пожалуйста. Вот, все. Теперь вставим на прихранитель. Видите? На этом пистолете, вот мне был первый 1911, вы видите, здесь учился, как их собирать. То есть здесь есть, так называемый, след идиота. На этом уже нету, к счастью моему. Научился. Так, здесь это низ. Так. Крышка. Здесь она не острая, поэтому ее достаточно просто нажимать. И можно выжать до конца и легко собрать. Как ни странно, на Уэлсоновском вот этот вот вырез делает его гораздо сложнее для разборки. Ну, в общем, как говорится, все нормально, все в порядке. Все работает. Прихранитель у меня двухсторонний на обоих пистолетах. И то, и другое. Вполне нормальные. Так называемые средние 1911. 700 долларов. 1100-1200. Силь. Как ни странно. С панкой Пикатиня. Так называемый тактический пистолет. И пришел аж с четырьмя магазинами. И тут другой. С ночными прицелами. Силь потяжелее будет. Наверное, за счет того, что металл пошел на дополнительную планку Пикатиня здесь. И тогда другой нормальный. Так что вот. Очень кратко. Разобрал. Собрал. Закончил. Давайте посмотрим на полузвод. Есть ли здесь такая вещь. Вот этот полузвод. Вот видите. Взвести затвор с ним возможно. В отличие от ТТ. Нажать на спуск. Невозможно. Поставить на предохранитель. Тоже полностью невозможно. Кстати, когда взводите. Можно поставить полностью на предохранитель. Это на Сиге. Теперь давайте посмотрим, что на эту тему думали. Изготовители. Более ранней версии. Видите? Здесь полувзвода нет. Здесь есть мелкий взвод. Который, в принципе, при нажатии предохранителя все работает. Вот такой мелкий взводик. Как только я нажимаю на предохранитель здесь, на рукоятке, то все срабатывает. Посмотрим то же самое еще раз на Сиге. Вот видите полувзвод. И даже нажав на этот предохранитель, ничего здесь не срабатывает. Надо взвести до конца. И все. Еще раз микровзвод. Полувзвод. При полувзводе на Сиге возможно передернуть затвор, поставив его на полный взвод. На микровзводе на Смитвессоне тоже возможно поставить его на полный взвод, при котором все работает. Конечно, большая разница между ними по разным другим параметрам. Сиг все-таки чуть повыше уровнем здесь. Но вот идея о полувзводе. То есть на некоторых 19-11-х, ближе к 70-й серии, его нет просто. На 80-й серии, на Сиге, по крайней мере, он есть, но он работает только как полувзвод. Это не предохранитель, потому что с курком можно работать. Его, в принципе, снять нажатием невозможно. Но с него можно легко снять. Просто взвести. Так что все остальное здесь... Вот такая вот разница. В принципе, хороший пистолет, этот другой. Ну вот, сборки, разборки и полувзводе. Все, спасибо за внимание. До следующего видео.